Уральск с рабочим визитом посетил вице-министр труда и социальной защиты населения Ербола Спанов. Цель его визита – разъяснить, как будет работать новый социальный кодекс, который вступит в силу уже в июле текущего года. В него сенатора внесли около 500 поправок. Все подробности в сюжете. Первым делом вице-министр труда и социальной защиты населения посетил Центр активного долголетия, который начал свою работу в апреле текущего года. Его посещают пожилые люди. Здесь они повышают свою компьютерную и мобильную грамотность. Их обучают рисованию, вышиванию. Кто-то занимается скандинавской ходьбой и йогой, но главное – пенсионеры общаются друг с другом. Этот центр рассчитан на 40 человек, однако посещают его до 70 горожан в день. Мы хотя пенсионеры, но мы не хотим быть пенсионерами. Мы все очень активны. Всем девчонкам, кто здесь работает, огромное спасибо. Вот просто огромное спасибо. Так они доступно все объясняют. Ну, мы в нашем возрасте, мозг немножко, может быть, это уже успокаивается, но мы не поддаемся. После чего Ерболос Панов провел встречу с гражданами в Центре социальной поддержки людей с инвалидностью, на которую подробно рассказал об изменениях в социальном кодексе. Поправки в проект были внесены в марте текущего года. В нем предусмотрели повышение размеров государственных социальных пособий. Также будет снижена величина комиссионного вознаграждения ЕНПФ от пенсионных активов. Кроме этого, после вступления поправок в законную силу, получатели пенсионных выплат за выслугу лет смогут снимать свои накопления для улучшения жилищных условий и наличения. Много поправок пришло, что очень радует. Много нормативных правоактов убрали, и теперь в этом кодексе есть статьи, которые урегулируют отношения как между человеком с инвалидностью, как с человеком социально уязвимой категории. Защита именно государства. Это явно обозначилось. У нас есть предложения, с чем мы не согласны, с чем мы с удовольствием приняли. И хотелось бы, чтобы наши предложения были услышаны, и наши предложения были взяты во внимание. Кроме этого, вице-министр труда отметил, что в планах их ведомства уйти от государственных закупок и перейти на подушевое финансирование для неправительственных организаций и общественных объединений. По моему мнению, деньги должны идти за человеком. Вот, например, если вы, как НПО или общественное объединение, открываете, например, центр активного долголетия, и, например, у вас захотели получить у вас услуги 100 человек, пожалуйста, вы должны, они должны выбирать, я хочу такой-то центр, и деньги, ахиматические, должны идти за этим человеком. А то сегодня получается как? Один поставщик выиграл, хотят люди этого, не хотят, идут туда. Потому что поставщик один на весь город. В социальный кодекс также внесены такие поправки, как повышение пособий лицам с инвалидностью, по потере кормильца, жертвам политических репрессий и много других положительных изменений. Олег Великий, Асланбек Саламатов, Колыбек Акраб, телеканал Акжаик.